Здравствуйте! С вами канал Европлант Лайф и я, Самойленка Наталья. Мы не раз говорили, что южные сады всегда были предметом зависти северных садоводов. Большое количество многолетних цветов и кустарников, радующих глаз яркими и пышными цветами и богатой цветовой палитрой. А фруктовые? Персики, абрикосы, виноград, гранат. Хотите, ешьте свежими, хотите, варите варенье или джем. А вино? Здесь волей-неволей будешь завидовать южанам. Но я утверждаю и продолжаю утверждать, что прекрасный сад можно создать в любом регионе. И наши сады могут стать предметом зависти для наших южных коллег-садоводов. Просто нужно искать правильные пути. Да, мы во многом лишены южных фруктов. И то количество винограда, которое мы с вами получаем, хватает только, чтобы побаловать членов нашей семьи. Да, даже зимостойкие сорта персиков дают урожай раз в 10 лет. Но ведь совсем не обязательно зацикливаться на южных растениях. Стоит только обернуться, и вы увидите, что и наш регион богат различными вкусностями. Вспомните хотя бы рябину. Уверена, что многие скривились, вспомнив ее горьковатый вкус. А зря. Рябина не заслужила к себе такого отношения. Ведь это удивительная, не только декоративная, но и плодово-ягодная культура. Знаете ли вы, что у рябины есть сорта с крупными ягодами и приятным вкусом? Без терпкости и горечи. Вот об этих сортах сегодня и пойдет речь. Я не буду говорить о большом содержании витаминов в плодах рябины. Не стану останавливаться на использовании ее как в народной, так и в традиционной медицине. Все это вы и так знаете. А если нет, то на просторах интернета очень много информации такого рода. Начну с рябины невеженской. Это не совсем сорт. Ведь человек не прикладывал никаких усилий к выведению этого сорта. Это подарок природы человеку. В середине 19 века в деревне Невежино Владимирской губернии был найден экземпляр рябины, вкус плодов которых не горчил, а по вкусу напоминал бруснику. Надо сказать, что такой подарок получили не только мы. Но примерно в то же время в Чехии тоже была найдена негорькая рябина. Ее вы можете найти под названием моравская. Но моравскую рябину ждала не такая блестящая карьера, как невеженскую. На особенности яблок невеженской рябины, а плоды рябины – это яблок из ботанической точки зрения, а вовсе не ягоды, обратил внимание небезызвестный всем Петр Арсеньевич Смирнов. Да-да, именно тот Смирнов – прародитель знаменитой торговой марки Смирнов. Он сделал настойку из рябины и отправил ее на всемирную выставку в Париж. Настойка произвела настоящий фурор. А настойки – нежинская рябина – писали многие газеты Франция. Эксперты поражались изысканному вкусу этого напитка. Неудивительно, что нежинская рябина получила большую золотую медаль, а конкуренты заинтересовались ее рецептом. Вот тут-то и ожидал сюрприз. Виноделы, задумавшие повторить напиток, не уступающий по качеству Смирновскому, отправили своих заготовителей в город Нежин, находящийся недалеко от Чернигово. Но настойка, изготовленная из рябины, собранной в Нежине, популярностью не пользовалась. Она была очень горькой. Истинная причина, почему Смирнов назвал свою настойку «нежинская рябина», а не «невежинская», неизвестна. Вряд ли Петр Осеневич пытался сбить с толку конкурентов. Скорее всего, он хотел сделать название более привлекательным для покупателей. Но факт остается фактом. Долгое время никто не мог разгадать рецепт этого напитка. Несмотря на свою богатую историю, невежинскую рябину нельзя назвать самым вкусным и сладким сортом. У нее есть и другие недостатки. К примеру, она начинает плодоносить на 5-7 год. Плюс, это очень высокорослое растение. Но, несмотря на это, она стала основоположником других интересных десертных сортов. Возможно, именно благодаря невежинской рябине Иван Владимирович Мичурин обратил внимание на эту культуру. Свою работу по получению новых форм рябины Мичурин начал еще в 1905 году. Причем первыми исходными формами в этой работе была наша обыкновенная горькая рябина – сорбус аукупария. И черноплодная рябина из Северной Америки – сорбус меланокарпа. Полученный от такой межвидовой гибридизации сорт рябины получил название «ликерная». Сорт характеризуется черными плодами и пригоден для изготовления ликеров. Ликерная рябина во взрослом состоянии достигает 4-5 метров высоту и начинает плодоносить на 4-5 год. Уже после революции Иван Мичурин выводит целый ряд новых сортов. Сорта получились путем сложного межвидового и межродового скрещивания в родах рябина, поярышник и мушмула. Такие мичуринские сорта рябины, как гранатная, десертная, лаковая черная, бурка и многие другие, до сих пор считаются непревзойденными и занимают достойное место в наших садах и сердцах. Несколько слов подробно о каждом сорте. Рубиновая рябина, как и все мичуринские формы, имеет легкую терпкость во вкусе. Это невысокое деревце, 3 метра в высоту, с паниклой кроной. Скелетные ветви расположены почти под прямым углом. Плоды округло приплюснутые, кожица рубинового цвета, мякоть желтого. Вкус кисло-сладкий, немного терпкий. Плоды подходят не только для настойки варенья, но и пригодны для сушки. К низким температурам растения устойчивы. Рябина гранатная – мой самый любимый сорт рябины. Сорт был получен мичурином еще в 1925 году. Иван Владимирович сделал опыление цветков боярышника сибирского пыльцой рябины обыкновенной. В результате он получил гибрид кротега сорбус мичурина – боярышника рябина мичурина. Он стал одним из лучших среди гибридных растений. Уже на пятый год от него получили высокие урожаи. Плоды крупные, с темно-красным гранатным цветом. Поэтому этому гибриду и было присвоено название гранатная. Рябина гранатная – достаточно высокое растение с раскидистыми ветвями. Уровень высоты ствола может доходить до 4 метров. Лист крупный, темно-зеленый, очень декоративный. Можно сказать, что именно он является визитной карточкой этого сорта. Зрелые плоды рябины имеют форму шара с граненой структурой. Урожайность гранатовой рябины достаточно высокая. Обычно с одного дерева собирают почти 18-20 килограмм. Хорошие ягоды с крупными размерами. Единственным недостатком этой рябины является не очень большой срок жизни. Около 20-25 лет. Больше недостатков у гранатной рябины, наверное, нет. Сорт бусинка. Сорт создан Татьяной Кирилловной Поплавской в 70-х годах 20 века. Она активно занималась поисками и восстановлением утраченных мичуринских сортов рябины. Бусинка – один из первых сортов, не имеющих оттенка терпкости. Является продуктом свободного опыления невеженской рябины. Растение не выше 3 метров. Плодоносить начинает, по разным данным, на 3-й или 5-й год жизни. Плоды правильной округлой формы. Мякоть кремового цвета с оттенком клюквенного вкуса, но бессильной кислоты. Созревает рано, уже к концу августа. Сорт не только отличается высокой урожайностью, но и высокой устойчивостью к экстремальным морозам, к засухам и болезням. Алая крупная. Сорт выведен в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Интересное, очень эффектное растение с действительно крупными для красноплодной рябины плодами. Плоды очень сочные. Кожица алого цвета. Вкус пикантный. Несколько кислее, чем у других сортов, но без горечи. Сорт способен переносить экстремальные морозы до минус 50, устойчив к болезням и вредителям. На этом, наверное, все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии и приезжайте к нам в Садовый Центр. Удачи! Садовый Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин